За репосты с экстремистских каналов и за марш в 2020 году я попала и на то, и на то. Я понимаю, что человек скажет, я хочу взять собаку, и говорю, хорошо, но собаке 11 лет, и на ее содержание нужно 700 рублей в месяц, когда у людей зарплата по 500 рублей, да? Я переехала после того, как меня выкликали на размову, позателефоновали, вот, до этого я уже так само отсидела, я была на зеральнице на выборах, и когда мы подавали скаргу, нас затримали, у всех на зеральников, просто задумайтесь над тем, как бы взять жывелку с Беларуси, это так само очень полезно и допоможено всем, так. Часом беларусам тяжело легализоваться чем-то там. Мои сегодняшние героини, это Ганна и Люба, беларуски, репрессованные беларуски, которые были вымешаны ехать в Польшу. Ганна тут уже 2 года, а Люба только-только после 13 дней и обязанных трех годов турмы переехала из Беларуси. Они свои деньги, свой час охвяруются на живелов, беларусских живелов, наших земляков. Давайте послушаем их истории. Витаю, с вами Волярина и проект «Беларус, беларусу». И он для тех, кто имеет потребу поддержки и для тех, кто хочет и может поддерживать. За час основания программы мы, дякуючи вам, нашим глядачам, допомогли больше сотни наших героев. Среди них, как и семьи политвязня, так и репрессованные беларусы. Из Беларуси, Украины, Грузии, Литвы, Польши и других краев. Вы видите только маленькую частку нашей работы на экране. А на самом деле это постоянная коммуникация, телефонование, листование с нашими героями и с теми, кто хочет им допомогать. С вами, нашими глядачами. Без вас не было б нас, не было б гэтай программы, гэтага проекту, не было б той солидарности у беларусским свете, якая теперь уснуя и якую мы можем показывать на наших экранах. Люба, расскажите, за что у Беларуси садись зоооборонцам? Ну, наверное, как и всех остальных людей, это за репосты с экстремистских каналов и за марш в 2020 году. Я попала и на то, и на то. А кольки вы от сидели и за что? Вообще, мне дал судья 13 суток, но получилось с задержанием, с ночевкой в Октябрьском РУВД получилось 15. Отправила в Телеграме тутбаевскую новость, причем, что даже не политическое, это было о FlyDubai. Самолетик. Да, то, что летает, сестре причем, что отправила, даже не в какой-то там чат. А я ведаю, что вам так само, вас чакал термин серьезный больше. За что еду? Да, нашли у меня фотографии, видео с маршей за 2020 году, где я там по дороге, с флагом. И, ну, это уже грозило мне три года уже посидеть, как минимум. Поэтому было принято решение, как только вышло, что надо ехать подальше. Поэтому ноги в руки и уехала. Я переехала после того, как меня выкликали на размову, позателефановали. Вот, до этого я уже так само отсидела, я была на зеральнице на выборах. И, когда мы поддавали скаргу, нас затремали у всех на зеральников. Ну, потом, когда мне уже позвонили на размову, я такая, ну, блин, чем это может закончиться, мы все ведаем. Размовлять мне не хотелось. Я сказала, что у меня ковид, и что я тут типа на изоляции, отстаньте от меня. И вот, я бы участвовал некий, как, 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 как съехать. Вы тут уже два года, напомню, вы можете поравнать ситуацию за оборонцами в уголе этой сферы у Беларуси и у Польши. Якие глобальные адрознени, плюсы, минусы? Адрознени вельми великие. Это просто небо и земля. Относены самих поляков до живеловых. Это, по-перше, что это вельми тешить. Тут это действие. Худка Польша подпишет закон про то, что, коли ты ходишь в ветклинику с твоим живелой, ты можешь взять, типа, больничный. Ты можешь, типа, официально не ходить на працу. Увогули, на кольки тепер обвастрылась проблема с живелами, безхатинцами? И на кольких эта проблема набыла новые акценты с пачатком Беларусской революции, коли людей садили, а живелы без догляду заставалися и ведаю, нават летальные выпадки были? Во-первых, пристраивать вообще сложно в Беларуси, потому что животных бездомных намного больше, чем людей. Потому что частка народу выехала. Да, и у нас полстраны уже сидит в тюрьме, полстраны уехала из страны, и просто животных брать некому. Еще щенков может, а вот каких-то уже пожилых животных или взрослых дворняжек уже гораздо-гораздо сложнее пристроить. И гораздо сложнее найти какие-то средства на их содержание. Там это корма, операции, там те же стерилизации, кастрации. Я занимаюсь такими сложными случаями. У меня в основном старички уже с какими-то такими проблемами, которые долго уже, так сказать, у них будут, уже на пожизненной основе. У Беларуси они знают? Да, да. А кольки у вас под наглядом живелок? Сейчас, на данный момент, у меня их пять. И все они старенькие и больные, можно так сказать. Уже одно сердце, у второго коллапс бронхов, у третьего с ножками проблемы, у третьего с мочеиспусканием. В общем, тяжелые случаи. Конечно, все-таки маленькая где-то надежда такая есть, что все-таки, может, кто-то их заберет. Но потом реальность бьет по голове и говорит, что вряд ли. У нас гуманитарная катастрофа, я лишь, в Украине. Про это никто не скажет. Я говорю про гуманитарные катастрофы, там, у Турции, после землетруса их, и так далее. Я лишь, что у нас просто гуманитарная катастрофа. Потому что до этого было все кепско. Али нек люди справлялись. А зараз, когда волонтеры съезжают, так я могу сейчас съезжать. У них нема все. Ну, это просто трындец. А у волонтеров, например, трынцы, например, свои живелы. И вот зараз мы привезли сюди вот эту котку, яку я своему учню дала. Она как раз таки была у волонтеров просто на перетрымце, которые съезжали сюди, и все. У них просто, ну, нема этой возможности. А волонтеров, которые съезжают, это не самый шмат. Ну, и мне кажется, что у нас просто зараз... Хотя бы все, все равно была такая ситуация вельми кепская. А зараз я лечусь, что нам уже треба бить во все званы, потому что, ну, полный трындец. А какие шляхи допомоги тут белорусским живелам и вогули живелам, например, там, палятвязню, затрыманых и агулам людей, которые были вымушены терминово съехать и не имели махчымасти, как бы захавать свое життя, взять живелу свою? Я лечусь, что вы, ну, на мой погляд, одзина такая нормальная допомога, то, что можно робить, это платные перетрымки. Тоба просто нам усім скидывать за грошима, допомогать за грошима на платные перетрымки. А перетрымка каштуя, например, там, у середням 7 рублев сутки в Беларуси. Тоба котримыться на вот 7 рублев унесок буди истотный, за эти 7 рублев можно прокормить живелу целые сутки. Тобак любые, там, от тысячи, сотен доляров до 7 рублев, это так само важно унесок. Да, конечно, конечно. Ци, например, вот, что я кажу так само людям, які не хочется хверовать, они, может, не доверяются, куды эти гроши пойдусь, набывайте корм онлайн, то, что я делаю, например, 21 век есть, например, краны интернет, некие иншие проходят платежи с своей польской карткой я плачу. И все, и это, как бы, кропково корм приходит, там, на адрес, например, там, где 30 котиков, которые сжирают этот пакет 10 килограмм. То есть, эти адресы вы можете дать, и мы можем давать, когда нам до нас приватно напишут глядачцы. Так, например, можно, так, можно до меня свертаць у Фейсбуку, так, это люди, которым я на 100% довераю. С живелами палитвязня на початку, когда это все только, да, когда хапун были, там были вельми сумные истории, потому что реально были закрыты у квартирах живелы, и, ну, и старался так, что кто-то помирал, потому что, там, например, за 14, там, сотню никто не приходил. Ну, конечно, это вся вина идет на тех, кто садит, потому что не дают же задержанным связаться вообще с кем-то, да, с родственниками и так далее, чтобы они даже просто могли сказать, что, там, покормите Мусю, грубо говоря. Ну, так что несут они ответственность и за людей погибших, и за животных погибших. На одну собаку только на корме таблетки уходит 400 рублей белорусских. Вот, это без учета обработок, да, от глистов там, от клещей. Без усим разом. Ну, блин, если еще выбрать, да, прививки, обработки, то рублей 600-700. На кожную стрижку, да, потому что там она Эрдель, вот, но ей плюс 11 лет. Я понимаю, что человек скажет, я хочу взять собаку, я говорю, хорошо, но собаке 11 лет, и на ее содержание нужно 700 рублей в месяц, когда у людей зарплата по 500 рублей, да. Думаю, какие шансы у собаки пристроиться? Ну, маленький. На одного собаку, а у вас 5 собак. И вы сама теперь у тебя кашка, без дома. Откуда эти суродки в уголе реально сдобыть? И те реально теперь? И саправды, трэба некий, может быть, сбор обвести, все субъезд гэтым? Из-за того, что многие уехали, конечно, сейчас сложнее делать сборы, потому что помогать некому, и многие даже и хотят помочь, но у них либо карточки заблокированы, вот, ну, и, конечно, сейчас сложнее стало со сборами, но как-то ты тут усправляешься. Слава богу, собираются, и вот, причем, что операции же тоже дорогостоящие, да, там, например, там 1000-1500 операции стоят белорусских рублей, да. Вот, то бишь, это немаленькие деньги, особенно для Беларуси, особенно в теперешнее время. Я всегда, когда мне озвучивает врач там стоимость операции, думаю, боже, как мы это соберем? Но потихонечку-потихонечку и собираем. Как изменилась ситуация с волонтерством в уголе, с ситуацией с якостью життя живелов, с колькостью живелов, яке не мают житла пасля 20-го года, каливось пачаллась революция, потом затриманні, пасля война, ці саправды усугубилася гэта ситуація, і ці можже ці некі лічбы, може быть, назвать ці приклады? Ну, так, в численності я не знаю, но вот ощущаюць, что стало сложнее, например, когда раньше животное там могло пристрояться за несколько месяцев, да, там, бывало, даже за месяц, там, да, могли забрать животное. Сейчас же животные сидят годами на передержках, потому что, ну, некому забирать і просто даже некому держать, грубо говоря, потому что даже нету людей, кто бы смог просто подержать, пока не найдется новый хозяин. якоє вийсте ви бачите? Вось, у вас, тепер, ісмахчуме звернуцца і до наших глядачу, калі людзі думаюць, якім спосібам я могу поспраять? Хтось ці саправды може перелічіть ніякі сродкі, да, доживе, а хтось ці, може быть, і готовы уззять, а лі думы, ну, як, з Беларусі перелісті? Расскажіте, як, які варіанты? Ну, зараз так, так, как тяжело, да, стало с перевозкой, но це і многих заробіток сейчас стало, тому перевозчиків, в принципі, хватає. Конечно, вони там беруть немаленьку денюжку, но, в принципі, при желанній даже делать тот же сбор, да, щоб животне брело дом, напрям, животне сидит год, да, на передержці. І нашлась сем'я, там, в той же, там, в Варшаві, или в другому місті, ну, в Польщі. І, конечно, лучше ей собрать на эту перевозку, там, пускай, 300 евро, да, але она вже буде жити в семье, щастлива, любима, чем она ще буде годами сидеть дальше на передержці в Беларусі. Поэтому, идеально було б, конечно, щоб, да, наші ж, либо беларуси, да, либо там, поляки брали наших животних, і... А ми вже придумаємо, як перевезти, какую денюжку собрать, і так далі. Вот, даже, моїх животних, я тож думаю, що, наверное, в Беларусі може і мало шансів їх пристроити. Думаю, ну, може, в Польщі, хто-то б і взял, думаю, хто-то б і дал б дожити свій вік, там, в теплі, ситості, там, ну, по сути, що там потрібно старому животному, да, щоб еда була, тепло було, там, за ухом почесали, і все. Які є конкретні історії зараз у вас, живілок, яким треба допомога? Я зробіла збор на ператримку, і там я пастоянна сачу, што там, да, хто новенький з'являється, кому нешто пільно потрібно, тамо што хтось ці, кому ми збіраль на ператримку, їх уже йось знайшліся господары. Вось там у мене є такі просто, я збор там на 5 живел, є на памагам ПЛ, і було б класно, аб люди просто донатілі, тамо што, ну, я просто у гэтым пастоянна сачу, я гэтым, і наша любая копейка, яна падымае дух, яшто волонтерам, бак ты нещасна волонтера у Беларусі, я не думаю, я не разумеюць, што нам не пофиг, што мы там з'ехав жи, переехав жи, што мы їм-то памагаєм, што їх проблему бачить, ну, і гэта просто. Можна з беларуских карток, можна про спайсенс замежжа, можна набыць корм, і адрес надаслаць, і четвертый, можна звернуць в нашу програму, і ми дамо ваші контакты, ці сродки передамо ці вам, ці любі, і гэта будзі мэтава на вікарстану. Мэтэ, да, да, мы просто збираем сродки, тому што хтось не буде клопатиться, не буде шукать, а куды, што мне про сетей просто, вось вам, да, переслась гэта гроша, я веду, што там дайдуть до адресаты, ну, ці просто задумайтесь над тим, кабу взять жувелку з Беларусі, хто так само вели, корыстно, і да поможено усім так. Буває, што люди хочуть конкретну породу. Просто у весь шерох пород, от там лаборадорів до корги, і все можна знайсти у волонтерів на перерывках. Тобто звертайтеся тоді, і Ганна, і Люба вам подберуть любую породу любого взрослого. Не, ну, серйозно, пишіть, пишіть. Всегда, ну, как бы, эта помощь животным, это було більше, ну, хобби, да, волонтерство, так. Да, это, ну, не було какой-то прям, такой глобальной целью в жизни. А тут в Польше мне прямо захотелось это как-то более расширить, так сказать. І я б думала, что, а, может, здесь открыть какой-то приют? Ну, приют, фундація ще, да, по-другому можна это назвать. А якая вам патрымка на гэтам етапі треба? Юридичная консультанция? Да, сейчас, пока мне нужна будет юридичная, потому что я тут вообще на гуманітарной візе, да, я как иностранка. І вообще, можна ли иностранцам на гуманітарной візе открывать что-то такое, как там фундація, приюты. А потом надо будет финансовая, да, потому что тоже нужно будет какой-то дом, территория, ну, участок, чтоб был. А вам, Любовь, якая патрымка треба? Вогу. Мне нужна работа. Ёсь махчымасьць перелічыць сродки праз Paypal, альбо Paycent, альбо непосредна Ганні, альбо Любі, альбо нашай праграмі, якая перадасть їх апекунам гэтых живелок. Так само ёсь махчымасьць праз беларускія сайты замовляць кармы тым давераным асобам, які дакладна дапамогуць живелам, сабашкам, беларускім котікам, і гэтые сродки пойдуць на їхнє харчаванні, на їхнє лекавання. Давайте дапаможым кожны, чым може. Альбо, може быць, сярод моих глядачоў, ёсць юрыста, які могуць дапамагчыць, дапамагчыць консультаціями на констварэння ў Польщы свайго прытулку для беларускіх і польскіх живелок, альбо, гэтэлю для живелок, які б мог вийсті на самаакупнаць. А так само звертаюця да айтішнікаў і бізнесоўців. Калі ў вас ёсць махчымасьць, патрымайці ініціатыву Любы і Ганны і давайці зберем сродкі на апіраціі для іх падапечных, а так само на перавоз живелок ў Польщу, альбо, махчыма зной дыціяных гаспадароў свайх дзісті і далей. Не застаємся абыякавамі, застаємся беларусамі. гаспадароў Субтитры создавал DimaTorzok